Это видео было подготовлено EA Creator Network. Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4! Давненько мы с вами не виделись. Где-то минут 20 или 30 назад, верно? Мы продолжаем с вами изучать новинки в игре Sims 4, и на очереди у нас комплект под названием Книжный уголок. Гнездышко книголюба. Размещайте модульные книжные полки и предметы декора в соответствии с предпочтениями вашего персонажа, будь то светлое сидение у окна или укромное местечко в углу комнаты. Комфорт и уют. Погружайтесь в чтение, удобно устроившись на диване. Этот комплект содержит мягкие сидения с нежными расслабляющими акцентами, которые помогут вашему персонажу отвлечься от повседневных забот. Знаете, звучит достаточно интересно. Предлагаю перейти в режим строительства и детальнее все изучить. А знаете, ребят, в этом комплекте достаточно много новых предметов. Я разместила их с вот этой стороны, а еще и с обратной, но давайте обо всем по порядку. И начнем мы с вами, пожалуй, с нового покрытия для стен. К сожалению, оно представлено только одним вариантом. Вот такие вот деревянные панели у нас появились. Но знаете, они мне очень даже нравятся. И сразу же мини-спойлер. Все деревянные элементы этого комплекта, если можно, конечно, так сказать, сочетаются между собой. Деревянные столики, полочки, вот это вот покрытие для стены, меня это не может не радовать, потому что вы же знаете, как часто у нас бывают проблемы из-за 50 оттенков дерева. Движемся с вами дальше. У нас также появились вот такие вот симпатичные креслица и диваны. И они мне тоже очень сильно нравятся. У нас есть вот такие вот варианты, есть вот такие. И они действительно выглядят very, very cozy. Еще появились вот такие диванчики. И знаете, мне кажется, что вот эти вот диванчики можно будет разместить где-то возле окошка. Можно попытаться даже как-то вписать. Мы с вами видели на одном из скриншотов, как вот такой вот диванчик был вписан между полочками. И знаете, смотрелось очень даже здорово. Еще у нас появились вот такие столики. И сначала я не понимала, в чем же разница. Ну, у нас как бы здесь вот такое вот рыжаватое дерево и здесь. Но потом я поняла, что у нас начинка разная. Начинка столика. Звучит как-то очень и очень странно. Здесь у нас получаются одни книжки, а здесь у нас другие книжки. Итого у нас с вами есть целых раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять новых столиков. Еще у нас появились вот такие столики. И знаете, вот эти столики мне прям очень понравились. Мне очень нравится, что в игре начинают появляться вот такие вот живые элементы. Если можно так сказать, я говорю сейчас о книжках. То есть, знаете, выглядит как будто бы это не просто столик, который только купили и поставили. А как будто бы этот столик уже какое-то время находится в семье. На некоторых столиках, правда, может быть, можно было добавить какие-нибудь царапки. Но, может быть, за этими столиками очень и очень хорошо следят. Движемся с вами дальше. И у нас появились вот такие вот полочки, ребята. То, что я вам и говорила, когда мы с вами смотрели скриншоты. Значит, у нас появились вот такие вот полочки книги. И у нас их есть целых, если я не ошибаюсь, семь вариантов. Движемся с вами дальше. И теперь вы можете увидеть, сколько у нас новых модульных полок. Как вы понимаете, они все между собой соединяются. Ой-ой, ребят, что-то мы с вами не то сделали. Давайте мы, наверное, пока что вот здесь разместим вот эти вот пустые полочки. То есть, у нас появились полупустые полки. И то, что я вам и говорила, ребята, 50 оттенков дерева с этим набором. У нас таких проблем хотя бы не будет. То есть, у нас есть белый вариант. У нас есть такой вот бежевый. Есть черный. Есть такой вот холодный коричневый. И такой вот сероватый. Хорошо, что у нас оно все сочетается. И у нас есть вот такие вот полупустые полочки еще. То есть, у нас, смотрите, здесь по две книжки. Здесь три книжки, две книжки. То есть, вы можете сделать любое сочетание. Вы можете вообще просто только пустые полочки разместить. Вы можете часть вот таких полочек, часть тех. И, кстати, вот эти полочки, видите, у нас сразу же две здесь. А здесь у нас получается по одной. То есть, вы можете играться здесь, как вам только захочется. Можете вообще целую такую библиотеку взять в комнату и всю ее вот этими полочками украсить. Движемся с вами дальше. Еще у нас появились вот такие вот корзинки, на которые мы с вами обратили внимание. И в этих корзинках находятся книжки. Я так понимаю, что может быть... Нет, видите, у нас вот эти книжки, вот эта стопка, я думала, что может быть она станет поверх вот тех книжек. Но, увы, яхнет, она, ну, как бы проходит сквозь те книжки, хотя мы с вами можем сделать чпоньк. Ну, в принципе, кажется, что вот эти книжки и стоят на тех книжках. То есть можно с девяткой и ноликом поиграть, и получится очень даже неплохо. Продаем вот эти вот книжечки. Значит, здесь у нас появились еще новые стопки книг. Но это у нас, знаете, такой вот сугубо декоранс. А теперь посмотрите, сколько у нас всяких плакатиков. То есть у нас есть просто какие-то картинки, у нас есть, наверное, мотивирующие цитаты, у нас есть просто какие-то изображения. И знаете, у нас тут действительно достаточно много различных вариантов. Во-первых, кстати, обратите внимание, что у нас тут рамочки разных цветов. Ну и понятное дело, что у нас тут есть разные сюжеты. Движемся с вами дальше. И вот это у нас подставка сказочный домик. То есть если вашим симам не хочется использовать обычные закладки, они могут использовать вот эти подставки. Ну и тоже вы здесь можете обратить внимание, что у нас тут много различных цветовых решений. Еще у нас появились вот такие вот симпатичные подносики. Понятное дело, что, к сожалению, это все у нас декоранс. Но у нас тут стоит вот такая вот чашка, правда... Ребята? Это блюдца? Это, видимо, блюдца. Блюдца это ребята, ребята это блюдца. Кстати, когда я увидела эту чашку, я почему-то вспомнила про перепелиные яйца. Я знаю, что есть еще такой лак для ногтей. Кстати, смотрится он очень даже круто. В общем, у нас появились вот такие вот подносики. Мне вообще кажется, что вот этот поднос, например, а-ля мраморный поднос. Но, возможно, я ошибаюсь. И это просто какие-то глюки в игре. Значит, у нас появились еще вот такие вот корзиночки. Но это одна корзиночка, то есть мы не можем достать отсюда вот эти вот растения. Но смотрится она очень даже симпатичненько. Еще у нас появились новые коврики. А ну-ка, давайте, может быть, вот. Мы с вами отключим свет. И, как видите, у нас есть бежевый, серый, прям белый, серо-белый и черный вариант. Еще у нас появились новые лампочки. Целых три новых лампы. И знаете, как вот эта вот лампочка называется? Она называется лампа угроза пожара. Ну, согласитесь, как бы ставить свечку возле вот этих вот перышек, или это что у нас, сухостой, ну как-то не очень правильно. Может, не надо так делать? Никогда так не делайте. Давайте посмотрим, насколько ярко... Слушайте, ну ярко освещают. Мне нравится вот эта лампа. Она выглядит очень и очень симпатично. И я думаю, что можно несколько вот таких вот лампочек поставить, например, на столике, на полочке. И смотреться будет очень даже здорово. Вот эти лампы мне... Слушайте, ребята, это мрамор. Я таки была права. Это у нас мраморный поднос. А это у нас мраморная лампа. Ну, точнее, основание у нас мраморное. И знаете, мне вот эти лампы прям понравились. Вот эта лампа, мне кажется, что сочетается очень даже неплохо. Какой у нас набор недавно вышел? Growing Together. Там же у нас классные светильники. Я вам еще их расхваливала. Вот мне кажется, что вот эти светильники и светильники из Growing Together будут смотреться очень даже неплохо вместе. Давайте мы, наверное, с вами включим все-таки свет. И дальше у нас идут вот такие вот подставки для книжек. Мы их с вами можем, как вы понимаете, разместить на вот этих вот полочках. Но пока что мы с вами это делать не будем. А сейчас я вам покажу, какие у нас есть еще полки. Ребята, еще больше полок. Вот. Вы только посмотрите, сколько у нас еще полок. И как вы видите, тут у нас играет роль заполненность вот этих вот полок. То есть у нас есть вот такие вот полупустые полочки. А еще есть вот такие вот заполненные. И теперь самое интересное, ребят. Значит, у нас есть вот такие вот одинарные. Видите, они у нас уже склеились. Также у нас есть вот такие вот двойные. Еще у нас есть вот такие вот полочки. Ну, куда вы поехали? Не надо никуда уезжать. И вот такие. То есть тут вы можете, конечно, дать волю своей фантазии и придумать вообще, какое хотите размещение вот этих полочек. С одной стороны, это, конечно, очень здорово, что мы теперь с вами можем вообще какие-то свои интересные узоры создавать с помощью этих полочек. Можно их как-то рандомно, знаете, развесить на стенки, и будет смотреться действительно очень круто. Ну и понятное дело, что хорошо, что у нас есть разные варианты дерева, потому что без этих вариантов дерева смотрелось бы соу-соу. Ну а теперь давайте посмотрим, какая у нас есть комната. У нас есть, к сожалению, только одна комната, хотя, по-моему, в комплектах у нас всегда только одна комната. Давайте мы сразу же посмотрим, как она называется. Тихая читальная комната. У нас есть такой вариант, такой и такой. Давайте возьмем вот эту вот темненькую, ну и разместим ее вот здесь. Поднимем стенки и проходим вот здесь, и по-моему мы с вами в какой-то полке застряли. Пройдем лучше дальше, и вот так вот эта комната выглядит изнутри. Знаете, смотрится она очень и очень даже неплохо. Кстати, вот вы можете обратить внимание, здесь у нас находится вот эта вот полочка из книжек, и на ней стоит вот этот вот светильник, и знаете, смотрится действительно интересно, мне нравится. Давайте мы сейчас с вами попробуем, вот то, что я вам и говорила. Вот этот диванчик вписывается между полками, и мне кажется, что здесь можно было бы разместить другое окно, то есть знаете, чтобы у нас прям в пол было окно, мне кажется, смотрелось бы прям очень и очень круто. Давайте сейчас попробуем поэкспериментировать с этим наборчиком, и я попробую что-нибудь интересненькое для вас построить. Ну что, ребят, давайте отправляться на экскурсию. Для постройки этой комнаты я использовала только базовую игру и новый комплект, и вуаля, вот такая у меня получилась комната. И знаете, мне очень нравятся вот эти вот книжные полки. Очень круто, что они между собой соединяются. Если я не ошибаюсь, эта фишка появилась с набором, ну вот тем дизайнерским. Как он называется? Я все время забываю это название. Дизайнер мечты, интерьер дизайнера, интерьер мечты. По-моему, интерьер мечты, если я не ошибаюсь. Ребята, исправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Так вот, вот эта фишка, это очень и очень крутая фишка, потому что, вот смотрите, например, я вот эти полочки разместила на вот этой стенке, а потом думаю, знаете, нет, мне не нравятся они на вот этой стенке, я хочу на другой. И вы представляете, если бы я по каждой полочке переносила на другую стенку? Я думаю, что постройка у меня бы заняла очень и очень много времени. Также я, конечно, постаралась использовать все предметы, которые появились с этим комплектом. Здесь я решила добавить вот такую вот зону с помощью платформ, ну нравится мне играться с платформами, хотя они не всегда мне нравятся в интерьере, но вот конкретно здесь мне очень захотелось вот в это окно вписать вот этот вот диванчик. Я трошки подняла его повыше, и у нас получается здесь, смотрите, вот окошко просто идеально вписывается между полочками, и здесь у нас вот как раз вот идеально подходит вот этот вот диванчик. Ну и здесь у нас тоже полочки, 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 а здесь я решила разместить рояль. Ну что, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого комплекта. А еще напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из двух комплектов вам понравился больше всего. Вот тот вот с одеждой или вот этот вот с библиотекой? Я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok